Это клише – сравнивать жизнь звезды кантри-музыки с событиями её песен, но реальная история Рэнди Трэвиса звучит так, будто она написана в трагической балладе. Рэнди Трэвис был увлечен музыкой ещё с раннего возраста. Его вдохновил отец, который дал всем своим детям инструменты и участвовал в их конвенциях и конкурсах. Мать музыканта была строгой наставницей, как на сцене, так и за её пределами, но порой несла бремя тёмных порывов мужа. Трэвис сказал, что когда ему было 10 лет, его отец, цитата, «напился» и начал избивать маму. Именно тогда он вмешался, написав позже в своих мемуарах «Навсегда и навеки, аминь» «Поэтому я вступился за неё, вскочил на него и стащил с неё» Сразу после этого парень выбежал из дома семьи, но его отец преследовал его с пистолетом. Трэвис написал, что он прятался в ближайшем кукурузном поле в течение двух дней без еды и воды. Сам Трэвис называл себя подростком-правонарушителем. Он написал, «Я курил сигареты и употреблял алкоголь, когда мне было ещё 10 лет. Вскоре я стал регулярно употреблять марихуану» Трэвис обычно пропускал школу и получал настолько плохие оценки, что бросил её после восьмого класса. Он также заработал приличный список приводов. Будущей звезде было предъявлено обвинение в проникновении со взломом, в распитии в публичном месте, вождении в нетрезвом виде и в попытке скрыться от полиции. Еще в феврале 2012 года Рэнди Трэвис жил на ранчо Кризалис за пределами небольшого техасского городка Тиога. Тиога находится примерно в 32 километрах от города Сенгер, и именно здесь у пьяного Трэвиса была серьезная стычка с законом. Офицер полиции Сенгера делал обход примерно в час тридцать ночи на следующий день после Суперкубка. Он заметил подозрительную машину, припаркованную возле Первой Баптицкой церкви. Когда офицер отправился расследовать, он обнаружил Трэвиса за рулем в Антиако 1998 года, от которого пахло алкоголем, а на сиденье пассажира была открытая бутылка вина. Трэвис, у которого, как сообщается, запретался язык, споткнулся, выходя из машины, и сказал, что он поругался со своей девушкой и пытался вернуться домой. Он думал, что уже находится в Теоге. Трэвис был арестован и предупрежден о неправомерных действиях класса С в связи с публичным опьянением. К сожалению, оставшаяся часть 2012 года была немногим лучше. По сообщению филиала Dallas NBC, Рэнди Трэвис однажды вечером августа 2012 года пошел в магазин в Теоге, штат Техас, и попросил сигареты. И все бы ничего, за исключением того, что Трэвис был полностью голым. Когда продавец его спросил, как он собирается платить за курева без кошелька, Трэвис разозлился и ушел. Поступило несколько звонков в 911, и вскоре офицеры обнаружили пьяную кантри-звезду с побоями недалеко от Пантиака. Трэвис отказался от раппопорта на месте, поэтому полиция сказала ему, что придется его задержать, после чего Трэвис пригрозил им расправой. – Я знаю, что здесь мафиосо-фамильные люди, я помню тебе, что я сделаю. После внесения залога в размере 21,5 тысячи долларов Трэвис был освобожден из тюрьмы на следующее утро. В своих более поздних мемуарах Трэвис перекладывает вину за инцидент на два приема алкоголя в сочетании с рецептурным средством для сна золпидемом. Менее чем через год после этого привода Рэнди Трэвис пережил череду ужасных и тревожных медицинских событий, после которых его появление на публике было ограничено. По словам одного из его врачей, который общался с Today, у Трэвиса было хорошее здоровье до июня 2013 года, когда он заболел вирусным заболеванием верхних дыхательных путей. Вскоре у него была диагностирована вирусная кардиомиопатия – инфекция сердечной мышцы, обычно вызываемая вирусом Коксаки Бе. Трэвис медленно пришел в себя и, казалось, был вне опасности. Однако в процессе выздоровления Трэвис внезапно перенес массивный инсульт, который потребовал хирургическое вмешательство для снятия давления на мозг. К счастью, он пережил операцию и был выписан из больницы через три недели после начала проблем со здоровьем. После двух лет интенсивной реабилитации Трэвис, наконец, смог ходить, принимать душ и одеваться без посторонней помощи. Однако на тот момент он все еще не восстановил правую часть своего тела. Трэвис описал свое общее состояние как сломленное. Инсульт также лишил Трэвиса его культового певческого голоса. Тем не менее, во время своего вступления в зал славы кантри-музыки спустя три года после инсульта Трэвис смог шепотом спеть Amazing Grace. – Ты вернешься? – Ну, я не знаю… Рэнди Трэвис, видимо, умеет общаться с детьми. Он никогда не был биологическим отцом, и он, кажется, сожалеет об этом. Его жена, Мэри Трэвис, объяснила Taste of Country, он хотел детей, когда был в отношениях с Лип, которая была намного старше его. Но у них не получилось. Так он объяснил мне. Лип – это Лип Хэтчер, первая жена и менеджер Трэвиса, и она на 16 лет старше певца. К тому времени, когда они были парой, Хэтчер уже была слишком взрослой для беременности. Когда их отношения закончились и Трэвис вступил во второй брак, уже было слишком поздно для детей. Но это далеко не единственное сожаление, которое осталось у Трэвиса относительно его отношений с Хэтчер. Согласно People, Трэвис познакомился с Лип Хэтчер в 1977 году. В то время ему было 17 лет, а ей 33, и они встретились на еженедельном конкурсе талантов в клубе Шарлотта, которым она владела. В то время Трэвис усветил пятилетний тюремный срок за проникновение в магазин, но Хэтчер убедила судью освободить Трэвиса из-под стражи. Певец переехал жить к Хэтчер и к её мужу. Затем она стала менеджером Трэвиса, что привело к напряжению в её браке. Между своим тогдашним браком и работой менеджером для молодого Рэнди Трэвиса она выбрала второе. Около 1982 года, когда пара переехала в Нэшвилл, их отношения стали романтическими – они втайне поженились в 1991 году. Брак распался в октябре 2010 года, когда Трэвис подал на развод. Они с Хэтчер решили продолжить деловое сотрудничество, но долго оно после этого не продлилось. Рэнди Трэвис уволил Лип Хэтчер с поста менеджера в 2011 году. В апреле 2012 года, согласно газете Nashville Business Journal, Хэтчер подала в суд на Трэвиса за нарушение условий контракта об управлении после развода. Трэвис подал встречный иск, в рамках которого, по данным Daily Freeman, он обвинил Хэтчер в публичном раскрытии конфиденциальной информации, которая намеренно наносила вред карьере и репутации певца. За это время Трэвис перенёс инсульт. К счастью, он полагал, что застраховал свой голос в Lloyds of London, но на самом деле у него не было такой страховки по инвалидности, и она не покрывала отмену концертов, даже несмотря на то, что он ежегодно выплачивал 250 тысяч долларов. – И он знает все слова к каждой песне. Это смешное дело, что с болезнью и эфазией – мозг знает все. Трэвис назвал это открытие «финансовый надзор» или, возможно, умышленное игнорирование или неправильное обращение моих подчинённых. В интервью для Taste of Country 2019 года Трэвис назвал свою финансовую ситуацию ужасной, а соавтор мемуаров Кен Абрахам добавил цитата, «Надеюсь, книга поможет»